В минувшую пятницу Белореченский район с рабочим визитом посетили депутаты законодательного собрания Краснодарского края. Делегация кубанских парламентариев побывала на объектах, которые появились благодаря реализации крупных инвестиционных проектов, а затем обсудили развитие социально-экономического потенциала муниципалитета в администрации. Склад розничной оптовой торговли, открывшийся в Белореченске меньше месяца назад – результат реализации крупного инвестиционного проекта. В пятницу здесь в ходе рабочего визита побывали депутаты законодательного собрания края в сопровождении исполняющего обязанности главы Белореченского района Сергея Сидоренко и председателя районного совета Татьяны Марченко. Сумма вложений в строительство логистического центра на территории Белореченского района – 150 миллионов рублей. Две трети этих денег уже освоены. О том, как сегодня организован рабочий процесс, рассказывает директор «Кубань-продукт» Азмет Лехуч. Что касается местных производителей, ориентировались на 15-20 процентов, если закладывают, это максимально. Здесь на обороте строится. Важен оборот, а не выставить, либо чтобы продать там за высокую цену. Ориентировались на опыт работы федеральных торговых сетей, поясняет Азмет Лехуч. Например, стеллажная укладка не только упрощает размещение новых партий товара, но и позволяет максимально эффективно организовать пространство склада. Продукция размещается на разных ярусах, в зависимости от габаритов, сроков хранения и востребованности. Еще одно ноу-хау, которое позаимствовали у сетевиков, у каждого товара три цены – розничная, мелкооптовая и оптовая. Ассортимент товаров рассчитан на самого придирчивого покупателя. А эти полки для тех, у кого особая диета. Есть все, вплоть до продукции без глютена. «Сертификат на всю продукцию есть. Мы с Москвой работаем. Это прямые поставщики. Так же, как и джемы, которые тоже без сахара, все на фруктозе, шоколад на фруктозе». Гостям презентуют полки с продукцией местных производителей. Приоритет нашим товарам – главное преимущество торговой точки. Ведь именно белореченским соком, консервом и кондитерским изделиям отдают предпочтение многие жители. А значит, у этого объекта торговли есть все предпосылки стать районным центром притяжения в широком смысле слова. Естественно, он будет расширяться, естественно, он будет наполняться. У нас, слава богу, сегодня добавляется и по инвестпроектам, и просто открываются предприятия, которые выпускают именно продовольственную продукцию и продукцию широкого потребления. В ходе рабочего визита депутаты законодательного собрания края также обсудили приоритетные направления развития Белореченского района. Сегодня на территории муниципалитета реализуются 24 инвестиционных проекта. Благодаря этому в район будет привлечено более 23,5 миллиардов рублей. Появятся новые рабочие места. И это еще далеко не предел. По мнению руководства Кубанского парламента, наш район обладает серьезным потенциалом для развития экономики, а значит, и роста уровня и качества жизни белореченцев. Людмила Ватченко, Сергей Чернецов. События и люди.